Уважаемый Александр Александрович, дорогие старшие, очень приятно вас видеть в добром здравии и выступать вместе с вами это просто большая честь. Дорогие коллеги, участники конференции, уважаемые товарищи, дорогие товарищи, граждане СССР, я кратко обозначу нашу позицию по вашим предложениям и совсем кратко, без разворачивания, хотел бы после этого представить 4 организации, которые я представляю, наше видение, что будет происходить в России, в советских республиках и в мире, поскольку все события, которые у нас сейчас происходят, являются лишь частью мировых процессов, ибо мы с 1991 года не суверенны. Мы полностью поддерживаем предложение президента переходного периода Трисана Александровича Присягина, но просим по возможности или вашего согласия несколько добавлений. Обязательно к словам антигосударственной и антинародной надо добавить антиконституционной. Несмотря на то, что Конституция 1993 года тоже не легитимна, она была расстрелянная, но тем не менее она есть. И к словам антинародной и антигосударственной выражение недоверия действующим властям надо добавить слово антиконституционной. Второе, наша просьба, это дать документу короткое название, чтобы оно могло быть удобным для использования. Мы предлагаем одно из двух названий, или мирный поход граждан СССР, или мирное наступление граждан СССР. Это понятно, это соответствует тому, что и вы все годы делали, и самое главное, духу и слуху предложили. Вот то, что мы просим добавить. Наверное, походу это длительный срок, вот наступление. Мирное наступление граждан СССР, как название всего документа. Теперь по событиям и по организациям. Я представляю политический директор фонда культурного развития народов, кочевник-кочевник это название, а культурное развитие народов. Второе, начальник историко-культурного центра ветеранов группы советских войск Германии, Погранвойск, КГБ, СССР, ФСБ России, фонда поддержки памяти имени Мусе Джалиеву. Это ветераны Минобороны, КГБ, Погранвойск и советские управленцы. А также советские профессора, с которыми я более 20 лет работаю. Третье, организация членов Кирпичного совета фонда содействия евразийской интеграции. Это попытка достаточно мирным путем ускорять и переводить в реальность симулякор под названием Евразийский СССР, который, конечно, не будет существовать, но евразийская интеграция сейчас является темой понятной. И четвертая организация, Восточный полк культурно-политическое просвещение, командиром которого я являюсь, это примерно 25-30 стран, где на достаточно высоких позициях в областнике советских вузов, военно-гражданских, технических и гуманитарных. Вот четыре организации. Мы считаем, что проект под названием Российская Федерация, частная компания, завершил свое существование, с чем и связана невозность с ноября 2019 года попытки переложить на Александра Григорьевича Лукашенко и Небелорусию долгов и проблем Российской Федерации, попыток ускорить создание СССР, потому что сегодня уже прозвучало, но подтверждаем, одной из главных тем мировых событий являются активы, деньги и аннуитеты СССР, которые по-прежнему существуют, они активны. Второй момент. До 1991 года было две юрисдикции в мире. Одна социалистическая, советская, подкрепленная социалистической идеологией мировой, военной мощью Советского Союза, Варшавского договора и экономической мощью СССР и стран СССР. Вторая юрисдикция, так называемая англосаксонская, правильно говорить, американская, потому что не существует никакого Запада, никаких англосаксов в реальной политике. Есть американцы, есть англичане, есть королева, есть Лондон-Сити, это совершенно разные субъекты. Но сейчас юрисдикция в мире одна. Это морское право, в котором мы и существуем, что, скажем, любой из вас мог видеть в аэропортах, не существует городов Астана, Мишкек, Петербург, они по-прежнему пишутся как Целеноград, Фрунзе и так далее. Потому что по морскому праву не существует государство Российской Федерации. Существует Союз Советских Социалистических Республик и два субъекта, один замороженный в 2014 году, Украинская ССР и Белорусская ССР. То есть Российская Федерация нелегитимна. В связи с этим речь идет о том, что задачу переучреждения Союза СССР необходимо начинать с юридического восстановления, но понимая, что это совершенно недостаточный, но обязательный этап к переучреждению СССР, к переподписанию Союзного договора с другими, естественно, субъектами, поскольку ни один километр в Советской Горее территории не уйдет, ни на Наталья, ни на Запад, включая страны Прибалтики, все будут здесь. Нам нужно 350, минимум, 500 миллионов человек.